РАДИО БОЛТКОМА УТРА НА БОЛТКОМЕ Доброе утро, Олег. Доброе утро, Александр. В концертном зале «Артисимо» будет новая программа. Я знаю, что вы вместе с главой фонда Германа Брауна и с концертмейстером Инной Давыдовой уже долгие годы сотрудничаете. Уже была программа с Шубертом, Моцартом и Штраусом. И вот сейчас слушателям предлагается совершенно новая программа, в которой будут произведения Мусоргского и Сверидова и Вейнберга. Может быть, несколько слов с этого. Начнём как раз с новой программы. Конечно. Да, с сыном мы знакомы много лет. Наверное, около 10 лет. Ещё будучи студенткой Латвийской музыкальной академии, я участвовала в концерте, посвящённом музыке Чайковского, камерной музыке. Мы также делали программу Римского-Корсакова. И два года назад, как вы уже упомянули, мы делали программу немецкой-австрийской музыки. В эту среду у нас совершенно другая программа, которая была задумана довольно давно, но в связи со всеми карантинными мерами всё было так непонятно. И непонятно, когда мы вообще что-то будем делать вместе. И программа была составлена, начиная от цикла Вейнберга. Называется цикл, еврейский цикл, опуст 13-й. У него их два, это первый. Его я впервые исполнила в 19-м году в Зальцбурге. Был фестиваль, посвящённый столетию композитора. И с тех пор прошло несколько лет. И я его исполнила на своём большом экзамене в Зальцбурге финальном полностью. И когда в процессе подготовки я поняла, что музыка особенно, очень редко исполняемая, и я вспомнила, как мой профессор мне наставлял, что я обязательно, обязательно должна исполнять такую музыку и держать этот цикл в своём репертуаре. То есть это было настолько успешным, да, вот, исполнение? Мне тяжело судить. В тот момент, на тот момент, когда я в первый раз его исполняла, для меня это было вообще что-то очень сложное, очень новое, поскольку там такие сложные гармонии, очень быстро меняющиеся гармонии. И профессор такой говорит, Любовь, ну-ка пересдайте экзамен. Не потому что плохо, а потому что хорошо. Нет, на самом деле это ещё с 19-го года он мне говорил, что я обязательно должна этот цикл иметь в своём репертуаре. Вот, и я, вспомнив, решила добавить его в свой экзамен. У меня вообще получилась такая программа, там и Мусоргский был, и Сверидов, и Вайнберг. Может быть, как раз с этой идеей выросла наша сильная программа. Практически программа завтрашнего концерта? На самом деле нет. Ну как, Сверидов, Мусоргский, всё это завтра. Слушай, ну я пела и реквием, немецкий реквием Брамса, и что я там пела? И Шуберта, и Шумана, и Вольфа, и Гайдена. Слушай, тебе надо делать, я предлагаю делать концертную программу, когда Давыд говорит, тяните билет, вытаскивайте. А, вот, Вайнберг, хорошо, играю, исполняем Вайнберг. Хорошая мысль, и даже кто-то такое делает, на самом деле, или делала, я читала. Вот, и я позвонила Ине, рассказала ей про этот цикл, что я бы очень хотела его исполнить. Ну, конечно, эта музыка близка Ине Давыдовой, и она с большим энтузиазмом отозвалась на мою идею. И стал вопрос, что к нему добавить, к этому циклу. И сразу, естественно, пришла в голову мысль, что надо обязательно исполнить детский, не детский цикл, а детская, цикл детская Мусоргского. Я исполняла практически все произведения, но по отдельности. Я никогда не исполняла цикл полностью, я исполняла цикл, еще учась здесь, в Латвийской музыкальной академии, в классе Петериса Плакидиса. Он мне его тогда дал, но я исполняла пять песен из семи. И, конечно, это было уже какое-то время назад, и у меня мечта была исполнить его полностью, поскольку музыка очень особенная. И она игровая, не сколько вокальная, а сколько ты должен играть своим голосом. И в буквальном смысле в нескольких произведениях идет диалог ребенка с няней, ребенка с мамой. И вот надо находить эти краски, когда идет речь от ребенка, когда ему отвечает мама, и совсем другая мелодика, и другой тембр голоса должен быть. Где-то он с любовью, а где-то там его ругают. И ребенок тоже плачет, или наоборот он смеется, или он играет, или он обижается. В общем, для человека, для артиста этот цикл настоящий подарок как-то отыграться, почувствовать вот эту свободу, где ты нисколько думаешь о линии, о том, как звучит твой голос, в смысле, что вот он должен звучать красиво и одинаково, а сколько, как найти эти краски, и как оторваться по полной в, конечно, рамках музыки. А как так получается, что вот есть цикл, семь песен, а оказывается, можно исполнять не весь его? Ну, если мы возьмем любую сонату, четыре части, две четвертых, три четвертых, ты же не исполнишь, это законченное произведение, это законченная мысль, и почему тогда цикл песен можно так смело дробить? У вас, вон, рекорд пять до этого из семи. Это как лотерея, шесть и тридцать и шести. Это не рекорд, на самом деле можно исполнять одну и две песни из цикла. Поскольку, наверное, это цикл песен. Понятно, что в некоторых циклах идет повествование от начала до конца, это идет целая история, как в сонате или в симфонии, а где-то это отдельные истории, они не обязательно... А, они сюжетно не связаны, да? Сюжетная линия, нет. Например, Вайнберга цикл я бы исполняла полностью, сто процентов. Потому что даже если там не идет сюжетной линии как таковой, как бы какой-то рассказа, я пошел туда и пришел сюда. Но музыкально так и есть. То есть первый номер, он совершенно не хреплика с последним номером. И хотя отдельные песни, они, может быть, и непонятно, с чем они связаны. Там песня «Булочка», «На зеленой горочке», «Охотник». Но если знать контекст, то совершенно приобретает эта музыка другой смысл. И имеется общая драматургия. То есть исполняя что-то отдельно, ты можешь просто показать. Вот это музыкальный язык Вайнберга, он такой необычный, такой красивый. Но исполняя цикл целиком, ты в этом случае точно рассказываешь историю. Вот с музыкой Вайнберга, в принципе, ведь познакомил Рижану Гидон Крэмер совсем недавно. Ну, пару лет назад. И вот у вас на страничке в Фейсбуке я видел такая фотография, очень трогательная, где вы вместе с Гидоном. Вот, может быть, несколько слов об общении с мастером, посоветовал что-то, вдохновил какие-то, благословил? Ну, то, что вдохновил, это сто процентов. Это было сколько-то лет назад в Литве, в Литовской академии. У него был концерт, совершенно засекреченный, по крайней мере, для вокального отделения. Мне позвонил друг, сказал, Люба, сегодня в большом зале играет Гидон Крэмер. Идем, я говорю, конечно, идем, был полный зал. Но поскольку зал не мог вместить всех студентов Литовской академии, наверное, поэтому знали об этом концерте, наверное, струнники там и еще пару человек. Вот как это прямо, я понимаю, как в Хогвартсе, тут какая-то война кланов, струнники против вокалистов. Войны нет, но есть... Этик сегодня не пускай. Вокалисты обычно, они живут в своем отдельном каком-то мире, поскольку те студенты, которые учатся на... Гриффиндор против слезырины, ну, так и, в общем, назови. Не-не-не-не-не. Понимаете, например, ребята участвуют в проектах, они участвуют там в оркестровых каких-то проектах, играют в ансамбле, а вокалисты, они обычно везде, где учился, они где-то отдельно. У них отдельное здание часто, поскольку они какие-то громкие, могут распеваться в туалетах. Неудобно, наверное, с нами. Ну да, со скрипкой так сложно туда, не говоря уже о контрабасе. В любой момент так не поиграешь. Ну и там Курилка, например, редко встретишь вокалистов в Курилке. Поэтому разделяется как-то... Ну и издания отдельные, в общем-то, и в Вильнюсе так было, и вот в Австрии точно так же у вокалистов отдельное издание отдельное. Система. Не настолько мы часто пересекаемся, что, конечно, жаль, хотелось бы пересекаться намного больше. Слушайте, вот вы упомянули сами Австрию, легендарный вот Мацартеум, где вы учились, может быть, несколько слов вот об этой страничке. Что это дало в обучение? Вы знаете, это прям какое-то было благословение, потому что я совершенно не думала и не планировала этого. Я единственное помню, что когда-то у кого-то в биографии прочитала, что вот ученица Барбары Бонни, я подумала, ничего себе, она где-то преподает. Учаясь в Латвийской академии, мы слушали ее записи, и как-то мне это казалось чем-то вообще запредельным. И, будучи студенткой Литовской академии, к нам приехала давать мастер-классы Гаева Бандинайта, уроженка Литвы, и она уехала в Австрию, будучи еще совсем молодой студенткой, получив гранты, я точно не знаю. В общем, ее пригласили на мастер-классы, и она взяла мои контакты. Здравствуйте. Здравствуйте. Я все-таки к вам пришла. Здравствуйте. И давно вы там послушивали, скажите, пожалуйста. Извините, я не знала, что оно вот именно сейчас включится. Сюрпризы зума. Любочка, извини, рассказывай дальше, я потом присоединюсь. Ты про Гаева рассказывала. Да, я про Гаева рассказывала, и, в общем-то, Гаева мне позвонила через неделю и сказала, Люба, я воздумала, а вот вы не хотели бы попробовать сюда приехать, в Австрию, в Зальцбург, я покажу ваши записи профессору. Я, конечно, ничего не обещаю, но вот, может быть, подумайте об этом. Конечно, для меня это было прямо, ну, какой-то невероятной возможностью уехать в Европу. И, в общем-то, я подготовила программу тоже, она мне помогла ее составить, поскольку я подавала сразу на несколько направлений, и мне нужно было подготовить и оперные произведения, и камерные, и большие формы. Им нужно было понять на немецкий язык, который был где-то, который я изучала, будучи студенткой. Но, конечно, было проделано очень много работы с моей стороны, и когда я спела на экзамене, первом, втором, потом была целая эпопея, мне звонили, говорили, Люба, тебя хотят и туда, и туда, ну, вот, если ты хочешь со мной учиться, Вольвер Хольцович мне говорил, ты должна выбрать камерную музыку, я хочу с тобой заниматься. В общем-то, конечно, для меня это открыло совершенно новый мир, другие возможности, и, наверное, тот факт, что я все-таки выбрала именно камерную музыку и большие формы, это меня обогатило, ну, невероятно именно, как музыканта, как певца. А какой был выбор помимо камерного? Был выбор и в оперное отделение идти, и в снежную. А в опере тоже ведь, да, пели? Да, 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 в общем-то, я и вспомнила вот буквально до этого Джильду в Германии, и на нету мы делали с литовской филармонией, фальстаха я пела на нету, прошу прощения, и пела панину в волшебной флейте Моцарта в Италии. И, в общем-то, как-то у меня не было мысли, что я буду петь что-то еще, но сейчас я чувствую, особенно, наверное, за этот карантинный период, когда все было отменено, все было в каком-то застое непонятно, я понимала, что это такое благословение, что я учусь, что в это время, когда вообще такой застой, у меня расширяется репертуар, я чуть ли не каждый день езжу заниматься, учу немецкую музыку и французскую, и, в общем-то, формирую какие-то совершенно новые другие качества, и да, я поняла, что это было очень здорово, что я уехала туда, и... А вот, слушайте, у вас в биографии есть еще одна такая любопытная страница, что вы могли учиться в университете Пола Маккартни, и вот как-то тут не сложилось. Почему? Я недавно об этом думала, буквально вчера, мне кажется, я думала вообще о том, как интересно жизнь складывается, и вот есть ли судьба или нет, или вот это из-за того, что я такая была невнимательная, и как-то... Но родители очень мне доверяли, так случилось, что я не пою где-нибудь в клубе в Лондоне. Да, собственно, в общем-то, мой музыкальный путь, он очень раздробленный, особенно... Так и хочется сказать, не расстраивайтесь, вся жизнь впереди. Еще будут в вашей судьбе лондонские ночные клубы. Но дело в том, что уже неинтересно ваше дело. Так и я иронизирую. Да. Да, слушайте, ну у нас на самом деле, я смотрю, уже как-то и время все приближается к завершению, но тем не менее... А Инна нам еще ничего не рассказала. 13 апреля, концертный зал «Артисима». Любовь Каретникова, Инна Давыдова, сопрано и фортепиано, и совершенно новая программа. «Вайнберг» — шесть еврейских песен, Григорий Сверидов и «Модесмут» — мусоргский «Детская». Инна, что-то вот хотели добавить? Да, я бы хотела сказать, что я камерной музыкой занимаюсь очень много лет. И мне в жизни повезло с партнерами. И я какое-то время назад сетовала, ну почему же самые мои любимые партнеры, они либо моего возраста, либо старше меня, причем намного. Так, например, как с Анатолием Софиулиным, который мне, в общем, в отцы годится. И я уже переживала о том, что скоро, наверное, мне не с кем будет музицировать, потому что я ведь не преподаю камерное пение, а делаю концертные программы. Значит, это должны быть уже профессиональные певцы. Конечно, я занималась и со студентами, делала это абсолютно благотворительно для того, чтобы в программах «Аванти» они могли выступать там же. Мы, кстати, и с Любой познакомились. Она пела у меня один роман с Чайковского, очень трудный, и пела абсолютно таким детским, непрофессиональным голосом. Но я тогда в ней распознала большой потенциал, большой дар. Просто большой природный дар. И вот я счастлива, что этот дар сейчас отклифовывается. Но вот я как раз хотела сказать, что у камерной музыки, так же, как у Любы с её музыкальным путём, у камерной музыки тоже очень сложная судьба, как у жанра. И вот, например, когда два года назад Вадим Журавлёв, известный оперный критик, побывал в Латвии, мы с ним говорили на эту тему, и он посетовал, так же, как я, что этот жанр, в общем, уходит в прошлое. Ну, это, может быть, у нас станет как-нибудь темой отдельной беседы. Это очень интересно. Почему? Но я говорю, а мне-то что делать? Я-то хочу играть эту музыку. Ну, найдётся кто-нибудь, кто будет с вами. Ну, я вот тогда подумала про Любу. Но то, что сейчас это воплотится уже в такие, скажем так, отшлифованные формы, просто вот высеченные, что мы можем не просто собирать программу вместе, мы можем спорить, мы можем искать какие-то решения, как исполнять эту фразу, как здесь подчеркнуть ту или иную краску, а о чём вообще вот этот романс? Может быть, он об этом, а может быть, он о другом. И вот это та степень творчества, со-творчества, и та степень доверия, которую я всегда искала в новых певцах, потому что в тех, с кем я раньше работала и с кем продолжаю, например, Ирина Долженко или Эгил Силиндж, в них это есть. Но хочется же с более молодыми, хочется же быть уверенным в том, что то, что ты делаешь, оно потом дальше тоже будет двигаться, не закончится на твоём отрезке, скажем. Тем более поздравляем с такой ценной находкой. Это очень, я бы сказала, бесценная. Бесценной находкой. Да, потому что я слушала вот сейчас буквально фрагменты нашего предыдущего концерта, и я вчера вот тоже сказала, что я слышу другую певицу. Другую певицу, что настолько за два года Люба изменилась, не просто изменилась или выросла, это вообще качественно другой голос, другой подход. И я вам скажу, что для того, чтобы камерную музыку петь, нужен огромный букет разнообразных качеств. Здесь мало голоса, мало его, так сказать, красоты и тембра. Здесь нужны языки, здесь нужен интеллект, здесь нужна смелость, потому что ты не спрячешься ни за декорацией, ни за дирижёра, ни за разнообразные костюмы постановочные. Ты один на один с этой музыкой, концертмейстером, то есть со мной и с публикой. И ты должен создать в данном случае вот эти 18 образов, которые завтра все будут представлены. И ты должен для каждого найти свою краску, своего дирижёра, свой костюм концертный, свои декорации. И всё это только в твоём воображении. Представляете, какой должен быть интеллект и какая должна быть душа у музыканта для того, чтобы это всё воплощать. Завтра в 7 часов вечера концертный зал «Артисси» мы идём оценивать интеллект, голос и без сцены. Обаяние и красоту. Обаяние и красоту мы уже оценили. Среда, 13 апреля, 22 года, 19.00, концертный зал «Артисси» мой Любовь Каретникова, Инна Давыдова. Спасибо большое. Спасибо огромное. До встречи, спасибо. Спасибо. Радио «Болткома». Редактор субтитров А.Семкин